Сегодня из жесткого лофта перенесемся в теплый и душевный Прованс. Здравствуйте! Это канал Теплые картины. Канал о картинах из ткани, о том, как они создаются, о том, какое это прекрасное средство декора интерьера и как они смотрятся в интерьерах разных стилей. Сегодня у нас программа довольно обширная. Прованс – это мой любимый стиль в интерьере. Вначале пару слов о том, что такое стиль Прованса, его основные характерные черты. Мой канал все-таки не канал о интерьерах, а канал о картинах, но это вещи взаимосвязаны, поэтому коротко о том, что такое Прованса, я скажу. Затем, как я уже сказала, поскольку это мой любимый стиль, то во время ремонта мы оформили часть своей квартиры в стиле Прованса и сегодня я планирую провести для вас экскурсию по этой части квартиры и показать, какой получился Прованс у нас дома. Потом будет небольшой ролик, как я шила пейзаж Прованса, и под конец я решила ввести новую рубрику, где буду рассказывать о мастерах арт-квилтинга. И сегодня будет рассказ о замечательной английской мастерице, и я покажу ее работы. Прованс – это стиль дизайна интерьеров, который хорошо подходит как для оформления загородных домов, так и небольших квартир со стандартной планировкой. Он зародился во Франции в местечке Прованс. Основные его черты. Отделка с помощью природных материалов – дерева, кирпича, камни. Цветовая палитра стиля, будто выгоревшая от долгого воздействия солнца, светлые пастельные тона, мелкие цветочные орнаменты, винтажная, состаренная или восстановленная мебель элегантных форм. Это обилие декора, художественной росписи, резьбы по дереву, плетения, вязания и шитья картин, а также обилие живых и сухих букетов, комнатных растений. Это легкие полупрозрачные шторы. Обязательно присутствие кованых элементов – ажурных, тонких и изящных. Это глиняные керамические или фарфоровые детали декора. Открытые стеллажи и полки с расставленными на них аксессуарами. Обычно стены в Провансе покрываются краской или штукатуркой, не скрывающими их естественных дефектов, неровностей и шероховатостей. Частично или полностью стены могут декорироваться кирпичной кладкой или выкладкой из натурального камня, а также выбеленными досками. На светлом фоне стен хорошо смотрятся любые предметы декора. Отлично смотрится ненавязчивый растительный орнамент на обоих. При этом допускается комбинирование отделки, например, одна из стен или даже только ее части. Выкрашивается, обивается деревом или украшается росписью. Стиль загородного деревенского дома подчеркивают деревянные балки на потолке. Несмотря на налет изношенности, мебель в Провансе выглядит гораздо легче и изящнее, чем в других направлениях кантри. Она деревянная, выбеленная или окрашенная в пастельные тона, с кованными элементами, высокими выгнутыми ножками, резьбой. Старая мебель – это главное украшение Прованса. Декор обильный, за что я и люблю Прованс. Это зеркала, прямоугольные или круглые, большие круглые механические часы. Это картины с пейзажными сюжетами, натюрморты, гравюры, фото или просто пустые деревянные рамки. Это чемоданы, шкатулки, вазы, подсвечники, птичьи клетки, красивая расписная фарфоровая посуда и статуэтки. Декоративные тарелки на стенах. Именно эти мелочи делают Прованс Провансом. Ремесленные предметы подчеркивают сельский шарм интерьера. Символом Прованса считается лаванда и лавандовый цвет. Жилье обильно украшено цветами, живыми и засушенными, луговыми и домашними, в вазах и горшочках бело-синих оттенков или в кашпо. Для декорирования цветами иногда используются самые неожиданные предметы, например, чайник, ведро или старая шкатулка. Иногда гербарий просто вешается на стене. Стены на кухне штукатурятся и окрашиваются. Состаренное дерево, плитка, камень и кирпич чаще всего применяются локально для выделения каких-либо зон. Буфет со стеклянными дверцами или просто прибитые деревянные полки выставляют посуду на показ. Кухня в стиле Прованса даже как будто нарочно перегружена декором. На открытых стеллажах расставляются милые мелочи, красивые керамические тарелочки, вазочки с сухими цветами, подсвечники, плетеные корзинки. Добротно-винтажная мебель играет теплыми оттенками белого или цветами натурального дерева. Столовая зачастую объединяется с кухней или гостиной. В качестве аксессуаров подойдет все, что вызывает ностальгию по родному дому, например, семейные фото в рамках, старинные полотна. Гравюры с деревянными рамами с изображением сельского пейзажа или цветов служат уместным украшением стен. Квилты с их теплой фактурой прекрасно дополнят Прованс-интерьер. Но, как и любой интерьер, Прованс требует своего стиля и своей тематики декора стен. Конечно, ультрасовременные, абстрактные, геометрические квилты. Квилты с необычной фактурой сюда не впишутся. А вот пейзажи и натюрморты подойдут прекрасно. Посмотрите, как изумительно вписываются такие картины из ткани в интерьер Прованса. Субтитры создавал DimaTorzok Следующим номером нашей программы экскурсии по квартире. Итак, начнем. Ну и начнем, конечно, с кухни. Вот он мой кухонный Прованс с белой мебелью, балками на потолке, массой декора, узорчатой плиткой, под которую я специально сшила грелку на чайник. Такая нам не очень нравится. Состаренная мебель. Этот комод сам по себе не новый, прямо скажем, но мы его еще состарили специально. Дочка сама красила, он нам очень нравится. Но выломать новые пластиковые окна и изменить их на деревянные мы, конечно, не решились. Но чтобы добавить акценты, сделали деревянный широкий подоконник. И оформили оконную нишу вот такой вот деревянный уголок. Но главным украшением окна, мне кажется, являются вот эти занавески. Они очень старинные. Нам их подарила наша бабушка, которая уже за 80 лет. И сказала, что они лежат еще от ее бабушки. Это натуральный хлопок. И мне даже кажется, что это ручная вязка. В общем, это совершенно потрясающая вещь. Ну, вот эти балки на потолке, которые создают впечатление загородного дома. Состаренная мебель, коврики на полу. Двери были коричневые. Мы тоже их состарили, покрасили. Причем рабочие, которых мы попросили это сделать, по-моему, очень удивились. Решили, что москвичи люди со странствием. Портят новые хорошие двери. В митерморте писала дочка. Это картина Масла. Стена обшита вагонкой. К ней прибиты вот такие коричневые, контрастные деревянные полки. Семейные фотографии повесила просто по движению души, не потому что это нужно ли провинции. Ну, теперь идем в коридор. Жуля, давай, веди нас, показывай. Здесь тоже балки. Одна стена обшита вагонкой и состаренные двери. Другая стена покрыта неровной штукатуркой. Дочкин питерский пейзаж. А из декора здесь хочу показать свою коробку. Я сама ее сшила. В ней сейчас храню свои платки. В моем магазине на ярмарке мастеров это просто лидер по лайкам, опережает все мои картины. Для меня сама это загадка. Называется лес друидов. Эта коробка называется Достоевский. А эта никак не называется. Но о своих коробках, о том, как я их шила, я думаю, сделаю отдельный ролик когда-нибудь. Но возвращаемся к декору. Декора здесь в прихожей тоже много. На открытых полках. Тоже балки на потолке. И много картин, постеров и пейзажей масляная живопись. Зеркало тоже застаренное. Муковка в виде бра. И подставки для обуви. А вот этот белый брус в левой части экрана идею я подсмотрела в интернете. Она мне очень понравилась. Он как бы визуально разделяет прихожую и холл. И пространство не скрадывает и создает иллюзию загородного дома в обычной московской квартире. В холле стены оформлены по-разному. Часть стен покрыта штукатуркой. Часть покрашены вагонкой до половины стены. А верхняя половина покрыта обоями. Это единственное место в квартире, где есть обои. Но это мой пейзаж. А эта картина, я думаю, заслуживает отдельного ролика. Это такие мои воспоминания о детских новогодних ожиданиях, сказочных и чудесных. Очень сложная картина по технике. Я думаю, не стоит сейчас наспех про нее рассказывать, потому что там действительно очень много всего. Я думаю, что действительно сделаю отдельный ролик. Смотрится на белой штукатурке она хорошо. Впрочем, любая картина на белой штукатурке смотрится хорошо. Мы сейчас продолжим рассматривать декор. Это картина дочки. Матюрморт маслом. А это моя картина, которую я шила. Называется Старый грузинский городок. Это любимая из моих картин для меня. Заметьте, что не бликует ни под каким углом. Это мои прабабушка и прадедушка грузинских князья Милохвари. Фотография 1894 года. Фотография подлинная, не копия цифровая. А это моя бабушка. Она танцевала в труппе Айсидоры Дункан. Представляете? Этой фотографии тоже около 100 лет. Ну, опять же, состаренная Думба. Салфетку, естественно, я шила. Она неожиданно попала в тему коврика грузинского, который лежит рядом на полу. Состаренное зеркало. Ну и, конечно, декор-декор. Цветы, увы, искусственные, потому что в холле нет окон и достаточно темно. Жилые цветы, увы, не выжили. Сейчас маленький сюжет «Пейзаж Прованса». Стадии работы. Эту работу я делала на заказ по фото из интернета. Переносила рисунок, сохраняя пропорции на ткань. Делала выкройки. Затем по этим выкройкам делала аппликации из ткани, которую окрашивала предварительно сама. И постепенно. Сначала основная строчка, затем уже уточняющая. Вы видите, как постепенно от фото к фото возрастает количество деталей и как уточняется рисунок. Кое-где аппликации из ткани, кое-где чистая вышивка. Мостовая – это практически сплошная только вышивка. Цветы тоже. И вот окончательный вариант. Сравните фото и работа. Теперь расскажу, как я уже обещала, о работах английской мастерицы. Ее зовут Барбара Шо. Я совершенно влюблена в ее творчество. Ее картины из ткани отличаются по технике исполнения от работ других мастеров, хотя у большинства мастеров арт-квилтеров своя уникальная техника. Но работа Барбара отличается тем, что она не просрачивает свои работы, а скрепляет лоскутки только отдельными легкими серыми стежками, достаточно удаленными друг от друга. Когда я впервые увидела ее работы в Пинтересте, я просто влюбилась в них с первого взгляда. Я бы определила это, как такой текстильный импрессионизм. Вы сейчас сами это увидите. Работы очень тонкие, художественные, собранные из большого количества мельчайших лоскутков. И вот сочетание этих лоскутков дает совершенно удивительные эффекты, эффекты перехода красок, тончайшие нюансы этих переходов видны. И создаются ощущения, что это просто вот мазки красками, но красками текстильными. Это удивительно красивые картины. Сейчас вот мы общаемся уже с ней в Инстаграме, и каждый раз я не могу нахвалиться в комментариях на выходящие ее новые работы, потому что это действительно удивительная техника и очень тонкий художественный вкус. И хочу с вами поделиться. Обратите внимание на технику Барбары. Я сравнила бы ее с живописной техникой и мастихином. То есть здесь такой своеобразный текстильный мастихин, образно говоря, широкие текстильные свободные мазки, такие очень экспрессивные. Как я уже говорила, нет машинной вышивки, а только ручные стежки для скрепления лоскутов с серыми нитками довольно далеко друг от друга. Изумительные старые английские здания, так тонко переданы. Серия ее портретов. Я так понимаю, что это Боб Марли. А это сама Барбара, ее автопортрет. Она рассказывает, что по окончании работы она натягивает свои картины на подрамник и помещает их в багет под стекло, поскольку при отсутствии машинной вышивки работы, конечно, нуждаются в защите стекла. Серия совершенно очаровательных овечек, каждый со своим характером. Здесь и кружево, и шерсть. И вот такое очарование им придают эти шерстяные завитки. Очень тонко переданы английские пейзажи, английское небо, английская атмосфера. Предлагаю вам дальше полюбоваться сами. Субтитры подогнал «Симон»! На этом наша программа на сегодня выполнена. Я немного пропала, вы даже спрашивали меня в комментариях, но просто немного приболела. Сейчас выздоровела, всё в порядке и с новыми силами берусь за работу. Ролики я собираюсь выпускать, но не буду обещать, что раз в неделю. Это всё-таки очень трудоёмкое дело, ролики для Ютьюба, но постараюсь раз в 10 дней, раз в 15 дней. Ещё Ютьюб ввёл такую новую опцию. Ну, она не совсем новая, но тем не менее. Раньше было достаточно нажать на кнопку «Подписаться», если вас канал заинтересовал. А теперь ещё там рядышком появился значок колокольчика. Если на него не нажать, то Ютьюб может и не показывать новые ролики того канала, на который вы подписаны. Поэтому, если вы хотите видеть мои новые ролики, проверьте, нажали ли вы на колокольчик. На этом спасибо вам большое. Прощаюсь. До нового ролика. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова